Я хотел бы немножко с вами сегодня поделиться, потому что события особенные и повод у этого события тоже очень важны. Готовы вы сегодня немножко получить и духовные вещи? Мне нравится, у нас сегодня праздник, у нас сегодня застроили, это классно. Но я верю, что Бог также дает нам очень важную духовную пищу. Но это будет больше, знаете, познавательный такой формат. Если у вас спросить, кто женат, кто женат, поднимите руки. Женат, замужем, семейный. Если у вас спросить что-то о вашем супруге или супруге, то вы, наверное, много-много чего можете рассказать. Ну, потому что вы уже вместе, особенно кто давно, у вас много собралось информации. Надеюсь, это будет в большей степени позитивно. Если вы мою жену спросите обо мне, я бы хотел, чтобы она больше хорошего рассказала. Но я не буду ее заставлять, она вам расскажет чистую правду, что я творю, когда никто не видит. Но знаете, я вам скажу, что... А если нас спросить, а что ты можешь рассказать о Святом Духе? Вот мы верующие люди. Мы те, которые, казалось бы, с ним живем, обитает он в нас, он рядом с нами, он иногда на нас ходит, да? Он приходит в Дом Божий, он приходит в тайную комнату. И вот что мы могли бы о нем рассказать? И если у тебя есть много чего рассказать, то я думаю, что ты уже, наверное, имеешь с ним какие-то серьезные личные отношения. Если ты его знаешь уже как личность, то это имеется такая, знаете, подоснова, такая, как фундамент того, что ты не просто о нем где-то прочитал, ты не просто о нем где-то услышал, ты реально уже что-то с ним вместе имеешь, какое-то единство, да? И вот много чего уже люди сегодня знают о Духе Святом. Наверное, много каких-то уже информации получали. Но что ты сегодня, сам, вот если тебя спросить конкретно, сам себя просто спроси, а что я мог бы сказать сегодня о Духе Святом? Если бы каждого вызвать сегодня, и просто чтобы он поделился. Я думаю, что кто-то, кто недавно в церкви, он, конечно же, немного чего может рассказать. Но печально, если люди давно в церкви, и они тоже не могут много чего рассказать. Но я хотел бы, чтобы это нас простимулировало к нам, чтобы познавать его, чтобы сближаться с ним, чтобы знакомиться с ним больше и больше. Потому что Дух Святой – это личность. Это не просто, знаете, какие-то эмоции, это не просто приятные такие ощущения. Эта личность, как Бог Отец, как Бог Сын Иисус Христос, так же и Бог явился к нам в Духе. И вот сегодня я хотел бы вам просто коротко сказать пять фактов о Святом Духе. Может быть, вы некоторые из них знаете, может быть, некоторые не знаете. Может быть, вы вообще первый раз что-то услышите. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы немножко еще Духа Святого познали еще с каких-то сторон, которые, может быть, помогут вам в дальнейшем духовном росте и в хождении с ним. Итак, пять фактов. Первый. У Духа Святого есть образ. Дух Святой иногда являлся нам и является, да, и Слово Божие. Сегодня я хотел бы каждый пункт подтвердить Словом Божиим, чтобы это не было. Знаете, иногда просто слушаешь проповедников, они что-то рассказывают, а Словом Божиим не говорится, и ты потом не знаешь, а действительно это как бы нормально или от Бога, или, может быть, это просто какие-то переживания такие лично этого человека, но это, может быть, не для всех. Поэтому то, что сегодня я хотел бы прочитать, это для всех. И это каждый может тоже это переживать и Духа Святого так познавать, потому что Слово Божие нам конкретно о Нем это говорит, значит, это для каждого. Итак, если вы знаете, по Слову Божьему, в нескольких образах, в нескольких ипостасиях Дух Святой являлся на землю. Что это? Кто помнит? Правильно, это правильно, в виде голубя. Каким еще он был? В образе кого? Кто сказал? В образе огня. Правильно, в образе огня. Второе. Кто еще? Что вспомнит из Слова Божьего или просто из таких познаний, из проповедей? Правильно, третье, как ветер. Как еще? Ну, из такого, что можно явно найти, Слой Божьим, еще два не назвали. Ладно, не буду мучать. Это еще вода и это также масло. Про образы Святого Духа. Очень интересно. Знаете, Дух Святой, он приходит по-разному и является в разных образах, таких, знаете, необыкновенных, но и в то же время понятных. С одной стороны, ты иногда не понимаешь, ну почему голубь или почему пламя огня. А с другой стороны, когда ты начинаешь изучать суть этого знамения, да, что это вообще символизирует, тогда ты понимаешь, с какой целью в этот момент приходит Дух Святой. Если мы берем, например, голубь, это мир и чистота, да. Если мы берем огонь, это очищение и сила. Если мы берем ветер, это невидимое присутствие и действие. Если мы берем воду, то это жизнь и очищение. И если мы берем масло, то это помазание. Это посвящение, знаете, вот такое. И вот, что такое, когда голубь. Это Луки, 3 глава, с 21 по 22 стих написано. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлась неба, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь. И был глаз небес благорящий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Мы это все помним, да? Мы многие видели фильмы. Иисус, может быть, кто смотрел когда-нибудь. Это было просто естественным путем подтверждения сверхъестественного сошествия Святого Духа на Сына Божьего. Также в виде огня. Конечно же, это то, что мы сегодня празднуем. Это Троица, да? Это крещение Святым Духом и сошествие Святого Духа на землю. Это в Деяниях 2, с 1 по 4 стих написано. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе». Вот как мы сегодня. Вместе. Не только телом, но и душой, и духом вместе. Мы в единстве. «И внезапно сделался...» Вот смотрите, Дух Святой даже тут в двух образах является. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как огнины, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Видите, Дух Святой исходит в неимоверной стиле. И эта сила, она просто явным образом была видна на каждом ученике. Да, вначале это был ветер, о котором мы сейчас дальше скажем. И потом это был огонь. Это была вот эта сила освящения. Сила вот этого, знаете, просто сила. Это образ силы, которая была им дана. И раньше Иисус однажды говорил, что не удаляйтесь от Иерусалима, не уходите никуда, пока не получите силу. Вот эта сила нужна была, чтобы совершить призвание. Сегодня люди приходят в церковь, знаете, услышал какую-то вдохновляющую пробоведь. «Я пойду, я пойду, я сделаю». Знаете, я даже так насмотрелся, насмотрелся, а потом начал молиться. Такой молитвой, которая как пришел реально, вот это, то, о чем я молился, я аж, знаете, аж не ожидал, думал, не-не-не, Боже, я еще не готов. Ну, эмоции это одно. Но когда у тебя есть план для твоей жизни, есть миссия, есть твое предназначение, и когда ты должен ее идти исполнять, тебе нужна сила. Тебе нужна сила Господа, чтобы это исполнить. Потому что своими человеческими силами ты это не сможешь. Так же ветер, да? Иисус, отвечая, это Иоанна 3 глава, с 5 по 8 стих, он общается с Никодимом, с Фолисеем, и говорит, Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоти, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Да, Иисус сравнивает очень классно Дух Святой с ветром. Он действует, он веет, он как хочет приходит. Мы не знаем, откуда ураганы приходят, куда уходят, как они появляются. Там пытаются ученые, какие-то метеорологи изучить, прогнозировать, но иногда они тоже ошибаются. И само вообще понятие, как это все функционирует, до конца люди еще не знают. Вода. Дух Святой приходит в виде образа воды. Иоанна 7 глава, с 37 по 39 стих написано, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Понимаете, в чем величие? В чем сила? Реки, они не где-то в стаканчике находятся. Реки не текут. Вот если река не течет, это уже болото. Вот если нет движения Духа Святого, это уже религия. Вот если нет течения, это уже то, что парализовано, и то, что не функционирует. То, что не имеет той важности и той значимости, для чего оно было создано. Поэтому люди, верующие люди, без Святого Духа имеют много проблем. Именно в том, как они верят и как они живут. Дух Святой обязательно нужен каждому из нас. И вот как вода живая нужна человеку, который в пустыне хочет пить, так Дух Святой нужен нам. И последнее из этих образов – это масло. Да? Мы многие знаем тоже, Слово Божие об этом говорит неоднократно. Ну, Луки 4 глава 16 по 21 стих написано. Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботния в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него». И он начал говорить им, «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Помазание, масло, елей. Иисус сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И пошло дальше. Для чего? Дух Святой не помазывает тебя просто, знаете, для того, чтобы тебе просто было хорошо. Ну, знаете, иногда такие бывают ситуации, когда люди переживают Дух Святого, они падают, они могут лежать в этой благодати. Это одно. Это просто Его прикосновение. Но вот именно помазание, когда сходит, оно обычно сопровождается каким-то делом, посланием, каким-то заданием, каким-то выполнением какой-то миссии. И вот это Иисус Христос и подтвердил через осуществление пророческого слова. Второй факт о Святом Духе, который, может быть, не все знают. Святой Дух есть и в Ветхом Завете. Как, да? Только, в основном, часто мы знаем, что Дух Святой – это чаще всего места из Нового Завета. Но Дух Святой также есть и в Ветхом Завете. Он также там действовал. Не так масштабно, не так всецело, но Его время тогда еще не пришло в полной мере излиться на землю, потому что Христос еще не был распят и не воскрес. Но то, что Он действовал в Ветхом Завете, это тоже очень важно. В числа 11 глава, с 24 по 25 стих написано. Хотя Святой Дух, написано, Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей старейшим народа и поставил их около Скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшимам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Когда Моисей ходил с Господом, уже мы видим, что Бог дал ему Святой Дух. Он не дал ему, но Моисей не мог Дух Святой просто сам передавать. Сегодня ты можешь делиться Святым Духом. Ты знал об этом? Не знал? А когда мы видим, что Слово Божие говорит, что ты можешь помолиться с кем-то, и Бог Святой ему крестит. Сам человек тоже может пережить иногда крещение Святым Духом, но чаще всего это происходит по чьей-то молитве, или по тому, как человека просто приведут в присутствие Святого Духа. И вот это сейчас происходит, но тогда так не было. Моисей тогда был один, наполнен Духом Божьим, с большой Духой Дух. И потом уже говорится о том, что Дух Господень, который был на Моисея, Бог взял эту силу, это призвание, это помазание, это предназначение, тот, для чего Дух Святой был дан ему, и от этого Духа еще отделил на вот этих остальных людей, которые он наполнил 70 мужей, 70 мужчин, старейшин. И они, когда только приняли Дух Святой, когда только он на них сошел, они тут же начали пророчество, они тут же начали у них проявляться сверхъестественные дары, в частности, дар Святого Духа. Поэтому в Ветхом Завете Дух Святой тоже уже активно действовал. Первое царство, 16 глава, с 12 по 13 стих написано. И послал Иесей, и привели его, имеется в виду Давида, когда выбирали, да, всех его братьев перебрали, а каждому самую помолился, нет, это не тот, это не тот, это не тот, а есть еще дети, сказали, да есть у нас там младший брат, там где-то пасет овец, так и его приведите. И папа Давида, его звали Иесей, он отправил, позвали Давида, написано, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Давид был модельной внешности, если вы не знали, красивый парень был. И сказал Господь через этого пророка, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил урок с Елеем и помазал его, вылил на Давида другими словами, среди братьев его. И что мы видим? Написано, и почил Дух Господь на Давиде, с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Помазание, да, излияние вот этого Елея, вот этого масла, это было как просто, это не Дух Святой послушался, потому что кто-то начал масло ездить. Это Дух Святой захотел излиться на этого человека, и было сказано пророку, сделай вот этот естественный шаг, да, чтобы подтвердить то, что уже сверхъестественно Давид был выбором Бога. Поэтому сегодня мы можем ходить мазать всех подряд, сегодня мы можем мазать все, что хотите, мы можем мазать свою обувь, сатана подными ногами, знаете, а завтра просто сорваться и в грех впасть. Почему это происходит? Чаще всего люди это просто делают, потому что они не понимают сути и смысла силы Елея, силы помазания. Но если они будут делать это по вере, как говорит Писание, для чего это надо делать? Да, когда кто-то болит, когда ругополагают на служение, когда где-то происходит какое-то важное, знаете, молитва или освобождение, или очищение дома, и когда ты это делаешь, с верой Дух Святой, это уже давно запланировано, оно в тебя влаживает, это желание, и он начинает действовать, исходит, и Дух Святой действует через эти символы. Третий факт о Духе Святом, в принципе, в начале служения я его уже как бы озвучил, да, это то, что Святой Дух, он прямо связан с тем, что создала, была создана Церковь, с тем, что родилась Церковь как таковая, да, это День Пятидесятницы, он был на 50-й день после Пасхи, и сошло, это сила Божия, то, что мы уже прочитали, Деяния 2, с 1 по 4 стих, когда апостолы, ученики Иисуса Христа, они получили это крещение, и самое интересное, что когда они это получили, они не остались своей крутой ячейкой, знаете, тусоваться в духовные такие лидеры, просто, постоянно вместе, нам классно вместе, мы можем друг другу провозглашать, что-то говорить, это языками, сверхъестественными дарами, служить, исцелять, нет, как только они это получили, началось умножение Церкви, Церковь родилась, и начались толпы, начали приходить к Богу, они начали проповедовать с властью, с силой, и никто не мог просто ничего сделать, ни власти, ни правительства, ни гонения, Церковь начала умножаться, потому что сила Святого Духа, для этого была и дана, Дух Святой помазал их, если мы посмотрим Деяния 6 глава, с 8 по 10 стих, один из вот этих служителей, мощных служителей веры, Стефан, да, написано, а Стефан, исполненный верой и силой, после вот этих всех событий, крещения Святым Духом, написано, совершал великие чудеса и знамения в народе, некоторые из так называемой синагоги, либертинцев, и керемейцев, и александринцев, и некоторые из Кимикии и Асии, вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и Духу, который он говорил. Никто не мог противостоять не великому оратору Стефану, а той силе, той мудрости, которую Бог дал. Знаете, когда Дух Святой наполняет человека, это чаще всего сопровождается, что человек получает очень большую мудрость, очень глубокую, сильную мудрость. И этого человека никто не мог не просто переубедить. Знаете, есть много упертых людей, которые, ну, даже просто встали на какой-то даже глупости и твердо стоят, и их не сдвигаешь. Это не об этом. Тут имеется в виду об истине, которую Евангелие говорит и проповедовал Стефан. И то, что пытались аргументациями какими-то опровергнуть, что Иисус не висходит, что церковь – это ересь, это какая-то секта и так далее, и так далее. Где ты делал веру отцов, ты ее предал и все такое. Знаете, они это пытались ему на разом, но ничего не могли. Он такие аргументы приводил, он такие факты говорил, они просто закрывали уста свои и не могли больше ничего сказать. Потому что, когда Бог говорит, когда Дух Святой движется, это чувствуется. Когда Дух Святой говорит через человека, когда иди в человеке, это реально ощутимо. И люди многие пытаются на самом деле спорить, но потом оставляют, понимая, если ты искренне верующий человек, если ты искренне ищешь Бога, если ты искренне ищешь истину, ты всегда прислушайся к тому, что говорит сам Бог. И ты не пройдешь мимо. Ты сам оставишь все свои прежние теории, все свои прежние доктрины, и ты захочешь познать эту истину. Вот так Дух Святой должен сегодня брать и сестры действовать через нас. Четвертый факт о Святом Духе. Это, я думаю, не так много людей знают или обращали внимание, что говорит Писание тоже об этом. Это Святой Дух, он также влияет на, или как он, генератор, или, как сказать, такой, знаете, стимулятор творчества в жизни человека. Вы могли это узнать или слышать где-нибудь? Если нет, я вам сейчас расскажу. Святой Дух дает не только духовные дары, братья и сестры. Святой Дух также дает творческие и технические дары. Если вы не знали, давайте откроем исход 35 глава, с 30 по 35 стиль. Это Ветхий Завет даже. Это даже еще не Новый Завет. Но тогда уже Дух Святой так действовал мощно. Я представляю, что сейчас он делает. Написано, И сказал Моисей сынам Израилу, Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Пора из колена Югина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Составлять искусственные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления, вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Агалиава, сына Ахиса Махова из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусственного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червеной, весоной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусственной ткани. Вы представляете, как прекрасен наш Испорт? Он вкладывает в тебя не только что-то супер-сверхъестественное, что люди вообще не понимают, и с тобой тело потом не хотят давить, потому что ты какой-то странный. У тебя какие-то слова вечно в молитве выходят непонятные, у тебя какие-то проявления какие-то необыкновенные, ты какой-то необычный такой. Но знаете, когда человек нарисует классную картину, это привлекает внимание много. Когда человек красиво что-то сделает, или споет, или станцует, или может быть что-то даже отремонтирует прекрасно, знаете, это тоже очень привлекает. И вот Бог также дает Духам Святым какие-то таланты, какие-то способности такие творческие, для того, чтобы тоже прославилось его имя. Эта история, она также сказана по тексту, или если смотреть, почему это было сказано, для чего нужно было этот дар, Духам Святым творческий дар. Тогда делалось скинье собрание, тогда Бог сказал создать вот это место поклонения, и Бог хотел, чтобы оно было красивым. Бог дал все чертежи, дал все планы, дал все размеры. И потом он сказал, что я вам даю также помазание и Духа Святого на особых людях, я их избрал. И в них будут особенные дары и таланты. И вот так, как я хочу, чтобы была расписана какая-то стена, или вырезано что-то, или как-то сделано с тканью что-то красиво, вот они, это только они смогут это сделать. Вот мне нравится, когда в церкви, в Доме Божьем есть дары разного формата. И я так рад, когда каждый дар начинает функционировать, церковь становится прекрасной. Послушай, если ты сегодня не имеешь дара пророчества, не имеешь дара слова знания, не имеешь дара исцеления, если ты не имеешь дара толкования иных языков или какого еще дара Духа Святого. Может быть, даже вообще никакого дара в дарах нет. Но, послушай, творческие дары, я думаю, Дух Святой через тебя по-любому может провести. и я знаю даже больше, создавая каждого из нас, Бог всегда вкладывает в нас какие-то особые дары. И, когда мы рождаемся, у нас есть призвание, а призвание, соответственно, оно дополняется какими-то талантами. я бы очень хотел, чтобы каждая душа, чтобы каждая личность в нашей церкви, она раскрылась. Вот, те дары и таланты, те способности, которые Бог в вас заложил, пусть все они раскрываются. И пусть это все прославит Иисуса Христа. Потому, что Дух Святой дам нам для этого прославляет Бога и Сына Его, Господа Иисуса Христа. И пятый, последний факт о Духе Святом. Это Святой Дух и сотворение мира. Ну, это, наверное, скажите, я знаю, я это знаю, я много раз читал. Я понимаю. Это место из Писания, при Дее, 1 глава, с 1-го по 2-й стих, наверное, знают многие. Святой Дух был активно задействован в самом акте, в самом процессе творения мира. И это слово должен говориться. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над грязной иду Божий носился над водой. И когда еще ничего не было, Дух Святой уже начинал это все от Господа, от Бога Отца совершать и выполнять то, что Бог ему говорил. но, то, что весь мир создан был земля, все растения, то-то, 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 вода, солнце, небо, луна и так далее. Это понятно. Но, если вы не знали, вы также можете сегодня немножко стать более духовно такими образованными. Вы и я, каждый из нас был тоже создан Святым Духом. Да? Не верю, я вижу в некоторых разах сомнений подкралось. Ну, как, написано, что Бог взял из земли в Дуну, все, получилось, да? Также мы можем увидеть это, что Дух Святой присутствовал при сотворении также каждого из нас. Да? Непосредственным Творцом вообще жизнью был. Иов, 33 глава, 4 стих написано, Дух Божий создал меня и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Братья и сестры, ты сегодня не случайно. Мне это так нравится говорить, когда выходят наши именинники, я верю, скоро мы будем праздновать очередное начало месяца, будет поздравление наших именинников и я всегда говорю это, что ты создан или родился не случайно теперь сегодня у вас будет в копилке этих аргументов против лжи дьявола еще один факт. Я не просто выкидыш какой-то знаете, там случайная там залетела мама или еще что-то я важная божья цель и план Дух святой меня создал раз он нас создал он хотел чтобы мы были может быть таким путем который может быть не всем приветствуют не всем нравится и ты можешь быть не восторг этого как ты появился на свет но Дух святой даже берет тьявольские какие-то происки знаете какие-то ловушки сатаны в которые люди попадают и начинают чутить и потом получаются плоды этих плохой стиля жизни но даже это Бог святой хочет взять и обратить в благословение я хотел бы чтобы сегодня каждый из нас вот эти пять факторов пять таких интересных мыслей он просто поместил в свое сердце и когда будут какие-то обстоятельства в жизни приходить пусть это напоминает тебе что тот Дух который дан нам он может все он может и естественно помочь и сверхъестественно он может тебя послать где-то знаете исполнять его миссию сверхъестественное подтверждая чудеса он может также тебя просто поместить в какую-то церковь поместить какую-то профессию и ты своим талантом будешь служить работать трудиться производить какой-то хороший качественный товар продукцию или какие-то вещи и ты будешь также параллельно прославлять Бога и проповедовать ему свидетельство это великое благословение Дух Святой во всем этом Дух Святой в нашем окружении в наших общениях в наших дружбах и также он в каждом из нас пусть Бог благословит сегодня что в этот день он принес вам большие познания и близость по новому я очень прошу вас братья и сестры если вы заходите домой и у вас там много с чем заняться я понимаю у всех куча тел но если вы хотя бы минутку хотя бы пару минут выделите времени побыть в тайной комнате подите и просто очередной раз если у вас нет еще таких близких отношений с Духом с собой зайдя в тайную комнату скажите Дух Синтро я хочу тебя знать ближе познакомь меня с собой открой себя я хочу чтобы ты стал моим лучшим другом знаете есть много друзей а есть лучший и лучших друзей тоже бывают наверно ну один может несколько и вот если для нас Дух Святой станет лучшим другом поверьте все на счет меняется в нашей жизни и это не только ты увидишь и будешь ощущать те кто будет с тобой знакомиться те кто будет с тобой общаться они тоже это будут видеть и они будут говорить я не пойму что-то что-то от тебя исходит что-то в тебе такое есть не то что хваляя тебя как ты классно поешь как ты классно танцуешь как ты классно играешь или еще что-то как ты классно рисуешь да нет просто общаешься с человеком и ты чувствуешь Дух Святой реально он живет с ним однажды Лестер Саммер как-то пришел в гости к Смиту Уилксфорту уже оба покоя на небесах мужик Божий верный и он как-то Смит Смит пригласил с собой помолиться они до этого сидели около часа он просто Смит Вилксфор читал книгу Библию а Лестер слушал и ничего сверхъестественного не происходило ничего он просто сидел и говорит я не могу понять что мы так вот будем все уверены сам в себе думать а потом Смит Вилксфор позвал его в тайную комнату говорит давай вместе помолимся когда они начали молиться говорит какая сила Духа Святого сошла я в жизни такого не ощущал я на четвереньках еле выполз из этой комнаты я не мог уже стоять я рыдал и плакал я уже просто меня всего знаете как будто ты попал в атмосферу неимоверной в хорошем смысле слова радиации знаете просто тебя всего твои молекулы начинают меняться что-то происходит тебе ты просто на уровне атомов ты меняешься ты какой-то ты наполняешься небесами ты наполняешься Божьей присутствием говорит когда я вот так вот выполз я понял я еще Бога не знаю далеко не знаю как знает брат Смит Версал и он так этим загорелся говорит я тоже хочу это знать и потом перед смертью когда Смит Версал Смит Версал знал что ему уже дальше предстоит уйти на небеса он молился передал это помазание Вестеру самому и это помазание потом начало огромную огромную работу в его жизни это Дух Святой он наполнил также жизнь Вестера поэтому братья и сестры если мы в тайной комнате захотим побыть с ним иметь эту близость Смит Версал это не просто включил знаете вот пришел мой друг Боже покажи ему что-то необычное знаете что-то такое крутое дай ему сейчас просто чтобы он знал да нет он каждый раз вот в таком просто он этого уже не замечал как в это воскресенье наш пастор говорил Моисей ходил на гору и уже он не замечал у него лицо сияет он просто с Богом поговорил он просто получил от него задания какие-то опять наставления опять что-то надо делать 10 заповедей после того как разбил первый комплект и он выходил уже спускался с горы а он ему лицо сиял и это Божье присутствие ты будешь сиять может быть не явно но ты будешь сиять хоть дух святой будь каждому из нас ты будешь сиять что-то ты будешь сиять